Всем привет, меня зовут Ирна, и у нас сегодня будет очень интересное видео, потому что мы обсудим седьмой выпуск Супер Топ Модель по-украински. Не знаю, начался декабрь, все ждут новогоднего настроения, но я поняла, что у меня нет ничего в новой квартире из новогоднего, поэтому все, что могу вам предложить, это сочетание зеленого и красного, ну и куда мы без кружечки новогодней от Starbucks, конечно же. У меня здесь сегодня вода, потому что от того, как я буду орать, у меня просто пересохнет горло. Я думаю, самое показательное для этого выпуска тот факт, что в этом обзоре я практически буду только обсуждать события, не связанные с модельной работой. И у нас будет только одно маленькое испытание, где можно будет оценить модельный результат. Все. Так что, как всегда, напоминаю, что лучше, что вы можете сделать, чтобы поддержать мой обзор, это подписаться на канал и поставить лайк вначале, вы всегда можете его отжать, но так вы точно не забудете, и мне будет очень приятно. К тому же, мне очень нужна поддержка в этот сложный период, когда я вынуждена смотреть на то, что происходит в этом шоу. Начнем мы, разумеется, с возвращения выбывшей участницы. Ведь это... ведь это... Ребята, ну я была в шоке, честно. Новый канал смог меня удивить, кто вернулся. Я абсолютно не ожидала, что вернется именно эта участница, кто угодно, но не она. Мы перебрали всех. Катю Чичеллу, ХТЗ, Панову. Ну, вариантов просто не оставалось. Кого еще могут вернуть? Ротор, может быть. Ведь ее силуэт был в конце. Вот честно, я уже думала, боже, ну кого? Кого могут вернуть? Вы не поверите. Вы просто не поверите, кого вернули. Я понимаю, драматическая пауза. Я очень долго не говорю, кто вернулся, но, ребята, это такая интрига, это такая бешеная интрига. Мы все просто не могли представить, кто вернется. Нас так путали. Они показывали кадры с интервью Чичеллы. Они все-таки вставили силуэт Иры Ротор. Ну, там просто был миллион вариантов, кто мог вернуться. Поэтому, когда показали, что вернулась Даша Мастренко, я была ни хрена не удивлена. Ой, да что вы, Даша Мастренко? Вау! А я-то думала, может быть, это все-таки Ротор? Я даже не знаю, что здесь тупее. То, что было абсолютно ясно, что вернется Мастренко. Или то, что потом нужно было 10 минут наблюдать, как все участницы реально не в курсе, что она должна была вернуться. И реально весятся, а она стоит такая... Посмотрите на ее лицо, ей абсолютно все равно, что она пришла. Она не заинтересована ни в чем происходящем. Вот лицо, которое можно назвать Никитюк меня заставил. Я не вижу абсолютно никакого желания победы, никакого желания соперничества. Я не вижу в Дашном лице ничего. Я вижу в нем скуку. Огромную скуку, потому что ей не нужен был этот проект. Она в предметах сказала, что он ей не нужен. Вот почему я, как зритель, должна вообще радоваться ее возвращению, если человеку проект не нужен, если победа ей не нужна, если у нее все прекрасно, она вообще не заинтересована в том, чтобы выкладываться. Почему меня должно интересовать ее возвращение? Новый канал даже не в состоянии заставить меня поверить, понимаете? То есть я не верю ни одному ее слову. О, мне так нужна победа. Я вдруг поняла на съемке с Соней, что мне так нужна вот эта победа. Я буду все для нее делать. Я не верю. Я не верю в это вообще ни в одно слово. Что за абсурд? В целом вся вот эта вот часть, когда все были в шоке от возвращения Даши, кроме зрителей, да, смотреть было невозможно, потому что, ну, Марго там села на карты, пока все это обсуждали. Ну да, ты модель, как бы ты стоишь в ожидании там решения судей, пока они общаются, и садишься на карты, ну что-то ты вот устала. Все стоят, терпят, Марго сидит, она устала. Ну хорошо, конечно. Зачем вообще вот этот выгон, где все стоят? Почему нельзя всех посадить сразу на диван, и все будут сидеть развалившись и слушать судей? Мы вынуждены посмотреть на продолжение актерского этюда Сони и Аллы, в котором Алла вообще не может разыграть чтение одной строчки. Насколько деревянно она произнесла, ты хочешь, чтобы мы вернули ее на основе одной фотографии? У меня эмоций на лице больше, чем было у Аллы. Причем в конце она уже типа разошлась, и последние свои строчки прочитала нормально. Но начали точно за упокой, уже не важно, как закончили. Единственный момент, когда я реально кайфанула, это когда Марго от лица всех сказала, нечестно, что вы возвращаете Дашу сейчас, и Соня ее жестко отбрила, мол, нечестно, это то, что ты здесь осталась после этой недели. И я такая, ааа, так вот ради чего вы вернули Дашу, ну ладно, тогда оставляйте. Потому что наконец-то кто-то сказал Марго как есть. И затем Марго на синхроне говорит, ну суперсезон не для этого, он не для этого, не для Маестренко. Просто бессвязный поток слов, не только от Марго, да, в принципе, вот все, вся ситуация происходящая бессвязная, суперсезон не для этого, а для чего? Для тебя, которое постоянно не может справиться ни на одном испытании, у которой панические атаки. Из моего словарного запаса остались только негативные слова для описания происходящего, потому что это реально бред. Цирк уехал, остались клоуны, и они решили снять шоу «Супер топ-модель по-украински». Я вынуждена сделать оговорку, что мы обсуждаем все происходящее в рамках шоу, да, то есть каждый человек, он отыгрывает свою какую-то роль, своего персонажа. И мы обсуждаем именно это, к реальным девочкам, да, вне проекта, претензий ноль. Я не знаю, какая Марго в жизни, я не знаю, какой она человек. Все, что я оцениваю, это то, как она ведет себя на проекте. Все, вне проекта, она для меня другой человек. Никто не заслуживает никакого хейта. Нам показывают сериалы практически с реально вымышленными людьми, потому что, ну, то, что там происходит, это абсурд. У меня такое ощущение, что сценарий этого выпуска, да и вообще сезона, писало где-то человек сто, и каждый вот по одной строчке вписывал друг за другом. Поэтому никакого смысла здесь нет, я уже, если честно, отчаялась его найти. Было очень круто, когда ушли все судьи, остались участницы, потом они тоже все ушли, осталась Даша, которая сидит такая, «Ммм, странно, почему меня все ненавидят? Почему никто не рад, что я вернулась? Почему кто-то должен быть рад, что ты вернулась?» Когда она еще на море была в это время, так еще она там с парнем расстаться успела, у нее был контракт какой-то вот со съемкой с Соней. Почему кто-то, кто вот застрял в этом шоу и пытается реально дойти до конца, должен радоваться, что ты вернулась? Все равно не самое худшее возвращение, я думаю, хуже возвращения сукача ничего не будет, там было просто отвратительно то, как все его приняли, и, наверное, вот пока это возвращение не переплюнуть. У Даши довольно лайтово все прошло. И тем не менее, все девочки, которые покинули ее, пошли к выбывшим участницам, к Вике, Аймине, Софи, которые сидели, переживали свой уход. Все орут, злятся, я такая, «Ммм, а я знала, что она вернется, и мне это неинтересно». Больше всего мне понравилась Кугат, которая начала кричать, «Она выиграет, она выиграет!» Ее вернули как понюту, ее вернули как гребенюк, «Она выиграет!» Я такая, «Наконец-то хоть один человек здесь просек, что происходит!» Я все-таки буду верить в победу Тани. Я почему-то очень надеюсь, что выиграет именно она. И если выиграет не Таня в итоге, а Даша, точнее, даже не важно, кто выиграет, если выиграет Даша в этом сезоне, я выпущу видео финальное, которое будет называться «Ору целый час на супертоп-модель по-украински». Я действительно буду орать, потому что если выиграет Даша, ну, я не знаю, я не знаю, я, 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 фу-фу-фу. Потому что это будет не просто победа Даши, а победа маразма над здравым смыслом. Вообще, я подумала, что Никитюк, в принципе, мог бы сделать отдельное шоу со своим агентством, с девочками из своего агентства, и я готова даже это смотреть. Топ-модель по-шармовски, или не знаю, что-нибудь в таком духе, где будут его девочки и другие девочки из его агентства, если там кто-то есть, кроме участниц ТППУ. И пусть они борются друг с другом. Я готова реально вот это смотреть. Но если вы делаете супертоп-модель по-украински, где есть еще другие участницы, можно проявить хоть каплю уважения к другим людям, которых вы тоже позвали в это шоу? Или все-таки вы подтверждаете, что они здесь только для того, чтобы подчеркнуть, как прекрасные Никитючки? Ва, фу. Короче, вернули Дашу и вернули. Никто ничего не может с этим сделать. Никому не интересна ничья реакция, потому что, ну, на что тут реагировать? Это же смешно. И переходим по этому к испытанию. Монтировка оказалась в Херсонскую область. Никуда за границу они не поехали. И, в общем-то, слава богу, карантин все еще был и есть до сих пор. Поэтому я бы не хотела кого-то, чтобы подвергали опасности. Хотя, учитывая, что Алла заболела, и потом другие жюри заболели, то... то... Кстати, наверняка это просто совпадение, но на выгоне с Монатиком, Никитюк сидел с температурой 39 со всеми. А где-то недели через две, да, инкубационный период, просто напоминаю, две недели у ковида, Алла начала вдруг у нас на самоизоляции сидеть. И, кстати, у Никитюка потом тоже оказался ковид. Безумно долго показывали, как участниц свезли в этом маленьком автобусе в эту несчастную область. Кажется, 10-12 часов туда они ехали. У меня создалось ощущение, что это бесконечный видеоряд, как они едут в автобусе, был только ради того, чтобы мы видели, как Марго льнет к Тане, и какие у нее напряженные отношения с Литвин, на которые всем плевать, всем, абсолютно всем плевать на эти отношения. Ну хватит, ну хватит, я хочу увидеть нормальные, интересные испытания. Мне неинтересны эти конфликты. Мне неинтересны, с кем же Марго сегодня, с Таней или с Литвин? А почему она не с Литвин? А что об этом думает Кугат? А что об этом думает Майсак? А что же об этом в конце концов думает Арина? I don't give a fuck! Мне понравилось, что их повезли в другую область Украины и показывают страну, такой внутренний туризм. По-моему, очень здорово, как раз вот в России внутренний туризм тоже вдруг появился, благодаря ковиду, как бы без него у нас внутреннего туризма и не существовал, по-моему. Также мне безумно понравилось платье Литвин на синхроне. Если вы знаете, откуда это платье, скажите мне, пожалуйста, потому что я поняла, что мне срочно нужно такое же. Первое испытание, где мне нечего вам показать, потому что это было видео для бренда дизайнерки Даши Кацуриной, снова украинский дизайнер, очень здорово, мне кажется, я уже знаю больше украинских дизайнеров, чем российских. Задание меня немного смутило, то есть представьте себе картинку, как девушка в купальнике, на ней пуховик, она стоит на сноуборде, в руках у нее горящий фаер, и она катится по песку, при этом показывает дикость, что-то рычит, кричит. Я не знаю, я не понимаю вот эту тему, когда продают пуховики, надевая их на купальники, потому что у меня это какой-то, знаете, бессвязный, опять, да, бессвязный набор элементов, которые не дают мне полноценной картинки вообще. Причем тут пуховик, если вокруг песок, но при этом сноуборд, но она же в купальнике. Ах, господи, я... Скажите, пожалуйста, что я не одна такая на свете, кто не понимает, зачем пуховики вот так рекламировать, надевая их на купальник. И дикость, зачем показывать дикость в пуховике? Нет, ну, я понимаю, нужна креативная съемка для пуховика. Ну, как... Ну, пуховик надо продавать как-то прикольно, мощно, круто, подавай его, особенно если ты какой-то камерный бренд, нишевый, точнее, а не камерный. Но... Ну, так много намешано. И фаер, и купальник, и сноуборд, и пески, и она катится и орет. В цирк уехал, а куда он уехал? Он когда вернется и заберет все, что здесь происходит. Самая странная тема, пожалуй, была, когда вышла выступать Арина, потому что, во-первых, на ней был купальник, как будто ей не по размеру, ее грудь все норовила вылезти и подмигнуть мне. Затем пошел абсолютно уже абсурдный момент, когда она вот начала скатываться по песку, и Никитюк говорит Кацуриной, вот это Ариночка, она ездила в Нью-Йорк, она такая крутая модель, и я такая сижу, excuse me, excuse me, ты реально сейчас продаешь свою модель в шоу, где есть другие участницы, дизайнеру? Можно это оставить хотя бы вне кадра? Насколько это отвратительно по отношению к другим участницам? То есть это шоу ради того, чтобы Никитюк продавал своих девочек дизайнерам? Я думаю, у него и без этого шоу все прекрасно получается. Почему он это сделал во время испытания? Насколько это неуважительно по отношению к Марго, к Тане, к Ире, к Угат, какого хрена? Я не знаю, меня так это выбесило. И когда Арина в конце говорит, ну если я Сереже покажу грудь, я пройду дальше, я понимаю, это шутка, наверное. В каждой шутке есть доля правды. И меня это очень сильно смутило, потому что я не смогла найти, но я помню какой-то момент, когда Никитюк еще прокомментировал грудь Арины где-то в инстаграме. И вот эти отношения меня как-то напрягают, потому что я бы не хотела о них знать. Вот в контексте модельного шоу это то, что я в принципе готова не знать. Очень круто снимали видеоролик дальше, где на фоне было видно экспертов. То есть вот это по-вашему можно брать в работу, можно уже промотировать такое видео. Но вы же снимаете ролик, как бы рекламный, и вы берете в кадр экспертов на заднем плане. Я просто, не знаю, может я одна тут такая сумасшедшая, я одна реально просто не понимаю, что это за бред. Супер сезон, в котором мы берем участниц на заднем плане на фотографию Арины с сухарями. Я там не обратила внимания до комментариев, но там реально сидят участницы сзади, их видно. Берем экспертов на задний план, когда это типа промо-ролик, рекламный, никто так не снимает рекламу, никто. Я пытаюсь успокоиться, потому что я начинаю просто уже говорить одно и то же, и все громче и громче, но меня это настолько неприятно удивляет, настолько это не то, что я ожидала от сезона. Потом выходит Кугат, ну тут самое интересное началось, конечно, Никитюк начал у нее гнать, как обычно в своей манере, то есть Ариночку мы продаем дизайнеру, посмотри, какая у меня Ариночка, Ариночка в Нью-Йорке была, а это Кугат, у нее ничего не получается вечно. Вы вообще все с ума там посходили? Вы хотя бы, ну на секунду, пытайтесь обработать то, что вы придумали. Никитюк начал говорить, у тебя ничего не получилось, ни одного кадра, это бред, потому что кадры были у Кугат, и не так уж плохо она справилась, как он это описывал. Зато как Никитюк относится ко всем, кроме его девочек. Почему Алла Каминь не относилась так, как Никитюк относится к своим? Если уж твои модели в шоу, где ты эксперт, ты должен быть, во-первых, к ним строже всех, а не продавать их дизайнеру во время испытаний. Еще это должен быть максимально беспристрастным, все эмоции, все ваши отношения на заднем плане сейчас. Вы делаете шоу, это не шоу, Никитюк выбирает свою любимую девочку, хотя мне уже кажется, что можно переименовать в такое. Я была очень рада, что Кугат в этот момент поняла, что ее гасят, что ее намеренно занижают, что ей пытаются внушить какие-то комплексы, что она не полноценная модель, что она не достойна там этого места и так далее. И она приняла самое верное решение, которое могла в этом случае, она сама покинула проект. Самое главное здесь было понять, что она находится с проектом в абьюзивных, самых настоящих абьюзивных отношениях. Я согласна на 100% то, как к ней относятся в этом шоу, да, ко многим и другим участницам, в том числе, но к ней особенно. Это ужасно, неприемлемо, смотреть противно. Ну, представьте, Кугат, у нее каждая работа прекрасна, у нее не было ни одной, ни одной плохой работы, даже средней. У нее все работы выше среднего, либо лучшей, либо выше среднего. Она работает лучше всех с самого начала, с первого испытания, из недели в неделю. Ее просто начали вот так вот подталкивать к выгону, и то, как они с ней попрощались, это тоже еще один отдельный сорт. Сами понимаете, чего, потому что это настолько было некрасиво просто. То есть, когда она объявила о своем уходе после окончания испытания, то Никитюк такой, а ты понимаешь, что ты занимала чье-то место? На твоем месте могла стать Вика Рогольчук. На ее месте стоит Даша, Майстренко, которую вы вернули, а не Вика Рогольчук. Вику вы бы и так выгнали, мои хорошие. Сам факт, что за суперсезон два человека, Настя и Кугат, самостоятельно покинули проект, понимая, что это все цирк, говорит о многом, я считаю. Ну, а дизайнер Даша Кацурина выбрала в лучшие Ариночку и Дашу, конечно, для того, чтобы с ними работать дальше. Как удивительно, как свежо, как необычно, кто бы мог подумать. Абсолютно плевать, идем дальше. И да, последнее, что скажу про Кугат, про то, что она прекрасная модель, я надеюсь, что у нее все хорошо в модельной карьере, я ей желаю только успехов, только заткнуть всех этих экспертов, которые, по-моему, вообще уже потеряли связь с реальностью. Я рада, что она ушла сама, потому что я бы, честно, я бы не выдержала смотреть на ее уход, если бы ее выгнали эксперты. А это, скорее всего, было бы на этой неделе. Поэтому я реально рада, что она ушла вот так, гордо с поднятой головой, показав всем ментальный факт, потому что его заслуживают все продюсеры, сценаристы, да и эксперты, в общем-то, тоже. Ну, а наших оставшихся участниц после этого потрясающего, бессмысленного испытания поселили на какую-то турбазу, ну, такая, знаете, прям старенькая, советская турбаза. Видела комментарии, что вот, последних девочек, ну, вот, ближе к финалу, уже начинают отправлять какие-нибудь крутые номера и отели. Может быть, просто в Херсоне, ну, типа, нету таких крутых отелей, я не уверена, конечно. Я мало что знаю про этот город, ну, практически ничего, но, может, реально, это просто самое лучшее предложение. На этой турбазе им дали планшеты, где нужно было, вот, пять минут кадра посмотреть на лучшую участницу с прошлой недели. Это было фото Иры Майса, где все-таки замазали трос, на выгон сил не хватило заретушировать, а вот через два дня все-таки приложение на айфоне скачали и заретушировали. Ну, молодцы, ну, круто, уровень или вообще закопали. Напоминаю, что звание лучший не дает участнице ничего, никаких призов, никакого VIP положения, ничего, кроме того, что другие участницы ее обсирают. Все, это единственное, что она получает, за то, что она лучшая. Я так понимаю, не нашлось бренда, который хотел бы спонсировать вашу лучшую комнату, как Цитрус в прошлом сезоне. Следующее испытание, это было дефилея Перформанс. Когда я услышала слово Перформанс, я поняла, что будет бредятина. Участницы были в образах фламинго, в какой-то грязи, на каком-то озере. Я так понимаю, он тут там же, в Херсонской области. Сначала ей пришлось три километра идти босиком по грязи, соленой, с вкраплениями соли к месту, где должна была быть съемка. Вначале, сказать, что это неделя экстрима, я так понимаю, экстрим должен был быть во всем, в условиях, в которых они живут, в том, чтобы добраться до места съемки, испытания. Все ведь, да, прошли эти три километра, или только участницы, остальные на автобусе с другой стороны подъехали. Минго, проходили до точки, делали какую-то точку, и затем нужно было вот как птичка остановиться и замереть в ожидании других участниц. Затем они все собрались, поклонились экспертам Соне и Никитюку, и ушли. Весь перформанс был в этом. Сложно не согласиться, что место потрясающе красивое, то есть эстетика невероятная, смотреть было одно загляденье, все виды, которые показывали, были, я не знаю, у меня захватывало дух, я так хотела сразу же туда поехать, мне реально продали это место. Представляю, какие эмоции ощущались там, у всех, кто там находился, смотреть, мне кажется, на это было, аж сердечко билось бы быстрее. Я не поняла, какая задача дефиле перформанса. Предыдущий дефиле перформанс в одной шубе, у него была задача нам показать убийство животных на шубе. Окей, там это считывалось. Здесь идеи не было, то есть это вот абсолютно бессмысленный дефиле перформанс, на что мы должны как зрители были смотреть, я не поняла. То есть получается только на красивый вид, на место, которое нашли продюсеры, все. Наряды ни чьи-то, никакого-то дизайнера, получается, никакой социальной темы здесь тоже нет, это просто испытание, ради испытания, не несущее в себе ничего. Ну, красиво, там красиво, только, ну, хорошо, красиво, я посмотрела, эстетично, здорово, и все. Еще так мало было крупных планов, мне кажется, там могли быть такие красивые фотографии, там было можно сделать такую роскошную фотосессию, а они придумали дефиле перформанс. Ну, если вы что-то приперлись, ну, хотя бы фотосессию, ты сделайте, ну, хоть на точке, чтобы вы девочек сфоткали, ну, пожалуйста. Еще Марго, они покрасили в черный, я думаю, а в черный, а как же желтый, с черной надписью, она же универсальная модель с такой перческой, разве нет, зачем вы ее покрасили? Все-таки не такой уж универсальный образ, или все-таки вы признаете, что это была абсолютно тупая идея, потому что у Марго реально просто начала вот эта черная краска превращаться в зеленые разводы на желтых, тоже смывающихся волосах, я не понимаю, зачем была нужна эта прическа, она ни разу не работала с ней в кадре, то есть ни разу не было такого, чтобы эту прическу мы видели хоть в каком-то виде интересном в кадре, ни одного раза, либо по реке, либо она другой там стороной, или еще каким-то образом, эту надпись просто ни разу не было видно, зачем она тогда нужна? Ну и когда девочки доходили до точки, они пытались стоять на одной ноге, на одной ноге по щиколотку в какой-то грязи, причем дно там не плоское, не ровное, там какая-то соль вот эта вот крупная, стоять неудобно, больно, и они просто стояли и переминались ноги на ногу, вот пока все выходили остальные участницы, из-за чего все впечатление от этого дефиле перформанса было как-то для меня лично немножечко убито, потому что я просто смотрела и видела, что они мучаются. Это вызывало у меня только грустные эмоции, то есть да, очень красиво, потрясающие виды, просто невероятно, и потом ты смотришь на участниц, которые переминаются ноги на ногу, им очень тяжело стоять, ветер фигачит, их сносит с места, и ты только испытываешь печаль и грусть и хочешь, чтобы их перестали мучить. В общем, место потрясающее, и меня удивило, что такая все-таки профессиональная группа, занимающаяся этим шоу, не смогла реально выжать из него максимум. То есть, сделали бы они дефиле с фотографиями на точке, было бы офигенно. Они сделали просто дефиле, где мало крупных планов красивых для девочек. Ну да, вы показали место, вы продали озеро, круто, а ничего, что это модельное шоу, я на модели хочу на этом фоне посмотреть, а не просто на этот фон. Если я хочу посмотреть на красивый фон, я включу себе какое-нибудь видео, целый час спокойной музыки, там такой фон обычно еще идет. В таких видео не будет ни китюка, ни фаворитизма, ни возвращения Даши, ни желтой прически Марго. Ну и разумеется, на этом дефиле упала опять Саша Литвин, и того, это ее четвертое падение за этот сезон. Первые три раза она упала случайно, здесь она уже вот осознанно сделала все, чтобы упасть, очень сложную позу, точку хотела принять, хотя у нее в итоге не получилось, и она упала. Ну здорово, то есть мне мало того, что и так было тяжело, смотри, как девочки все с ноги на ногу переминаются, еще и Литвин упала в эту грязь. Я считаю, если Литвин не упал, испытание было максимально простым и даже детским. Можно его сразу вычеркивать, испытание сложное, только если Литвин на нем упал. Ну и третье испытание, которое единственное здесь я могу вам показать в полной мере, потому что это была фотосессия. Это было испытание с Соней и с Лесей Никитюк, это ведущая, я так понимаю, на новом канале. Я ее помню по шоу Орел и Решка, где она мне очень нравилась. У них была фотосессия какой-то пустоши. Я согласна с комментаторами под фотографиями. Зачем было ехать так далеко, чтобы фотографироваться в каких-то кустах, которые никак эту область не отражают, не показывают никакого колорита. Окей, окей. Это, знаете, я придираюсь. Это я просто придираюсь. В этом очень глубокий смысл, разумеется. Леся и Соня много говорили на украинском, поэтому какие-то детали могли от меня ускользнуть. Но, насколько я поняла, Соня сказала, что это должно быть посвящено браконьерству, испытаниям. Но почему-то при этом они затем с Леси рассказывали просто про животных, которых осталось мало в природе. Наши участницы были загримированы под исчезающих животных, причем на суперлюбительском уровне. Ну, то есть, где вы взяли этих визажистов? Я не визажист, да, чтобы оценивать чужую работу. Но мне кажется, вот что на этом испытании что-то вы с визажистами вообще прогадали. Насколько макияж вместе с фоном превратили интересную, в принципе, идею исчезающих животных в какую-то дешевую фотосессию начинающего фотографа, хотя фотографировала Соня. Ну и, как вы понимаете, это снова испытания социальные, да, мы все-таки опять посвящаем его животным. Социалочка, социалочка, а измученные модели, как всегда, по расписанию. Неужели они не понимают, что такое количество социальной проблематики в их шоу, оно замыливает глаз зрителям? Никто из нас не хочет столько боли, столько вот несчастья пропускать через себя. Если вы вот так вот пихаете их каждый выпуск, любой человек, я, да, считаю, непрофессиональный какой-то психолог и так далее, но мне кажется, люди начнут все-таки отдаляться, закрываться и не интересоваться этими проблемами. Если обо всем этом, о каждой проблеме постоянно напоминать людям, у них просто потечет чердак. Лучше бы они делали социальные испытания раз в два выпуска, одно испытание раз в два выпуска. И мне кажется, этого было бы достаточно для того, чтобы люди как раз там подумали, порассуждали, поговорили в комментариях и так далее. Только это показать надо было бы нормально, да? А здесь вот так на отвали вот эти социальные испытания, вменяемость нам, чувство вины, как будто мы виноваты в куче одежды, которую производят бренды, как будто мы виноваты в браконьерстве, которое происходит. Я не думаю, что зрители топ-модель по-украински, блин, браконьеры. Браконьерством должно заниматься государство. Обычные граждане не могут становить браконьерство. Мне надоело, что новый канал в каждом выпуске заставляет меня чувствовать себя плохо. Трографировала, как я уже сказала, Соня, назначение Леси я не поняла. Ну, то есть, если бы вместо Леси была любая ассистентка на фотосессии, это бы не поменяло ничего. Она что-то там ходила, комментировала, как лучше девочкам постоянно сбивала с работы, наставляла ружье на Литвин. Тут я вообще не поняла, что происходит. И я не поняла суть Леси на вынахождение, ее экспертность, в чем она должна была здесь выражаться. Вроде как Леся занимается поддержкой исчезающего вида рысей. Поправьте, если я неправильно поняла. Но знаете, как это раскрыли? То есть, Леся говорит, да, этих рысей осталось 550 там особей. Я решила всем привлечь внимание к этому. И я даже раскрасила себя под рысь. И показываю ее фотку из инстаграма, где она в леопардовом платье, коротеньком. И немножко там вот черный носик и пара полосок на лице. А, вот так мы сейчас привлекаем внимание к исчезающим видам животных. Я понимаю, был бы боди-арт на все тело. И я ожидала чего-то такого, когда Леся начала об этом говорить. И когда нам показали вот эти фотки в леопардовом платье, поддерживающей рысь, уровень моего кринжометра улетел на луну. Все, что я делаю в этом выпуске, это кринжую со всего. Выпуск кринж. Ну что ж, давайте посмотрим на эти фотографии. Фотографии одна, разумеется, прекраснее другой. Вот, посмотрите на эту фотографию. Кто по-вашему Таня? Кто Таня? А Таня стрекоза. Вот, посмотрите на этот грим, посмотрите на эти мусорные пакеты. Что здесь происходит? Ну, то есть, социальные фотографии для животных, да, они всегда такие, чтобы человек увидел и он сразу, моментально считал, что происходит. Вот как здесь, вот я здесь, что считать-то должна? Может, я читать просто разучилась, я не знаю. При этом, к Тане привязаны мусорные пакеты. Что? Ребят, я напоминаю, супер сезон, лучший с лучшими участницами. Я вот думаю, вот эту работу Таня в жизни никому не покажет и вообще ее сожжет. Таня старалась, Таня сделала красиво, испозировала красиво. К Тане претензий нет. Претензии ко всем остальным. Что это за макияж? Что это за одежда? Почему мусорные пакеты? Что здесь происходит? Я смотрю на Таню, я вижу ее красивые руки в великолепной позе, ее тело, вот это вот страдание на лице. А потом я вижу все вокруг, и я не понимаю, что это, это любительская фотосессия? Ну, обычно так фоткаются вот на пустоши, в каких-то там полях начинающие фотографы набивают руку на людях, которые согласились там на бесплатные фотографии. Мне нужна водичка, чтобы пережить это. Я смотрю на этот кадр, и у меня физически больно. Мне просто физически больно на это смотреть. Социальная фотосессия, посвященная исчезающим видам животных. Догадайся, какое животное? Ну что, ну это же смешно. Ну какая социальная фотосессия? Ну что это такое? Вот фотография Арины была великолепная. Ну вот, Арина справилась потрясающе. Мне очень понравилось. У нее хотя бы был интересный образ. Пожалуй, ее образ самый нормальный из всех. Во-первых, красивое украшение на голове, которое сразу понятно, что это бабочка, а не угадай, кто это. Крутая блузка, мне очень понравилась. Крутой вот этот вот макияж с губами. Тут придумали все здорово. И поза Арины, ее лицо, ее игра великолепна. То есть, фотография Арины здесь бесспорно лучшая, но ей повезло с образом. У нее он был довольно понятный, считываемый, в отличие от многих других. И плюс здесь нет вот этого вот остального фона ужасного, да, мусорных пакетов, как у Тани. Из-за того, что здесь план крупнее, чем обычно, все-таки практически не бывает крупных или даже портретных съемок в этом шоу. Видно вот эту вот странную пустошку, где они были. Плюс хорошая работа Арины. Кадр действительно лучший. Но было так тупо, когда Леся ее постоянно критиковала и говорила, нет, плохо, нет, тут все видно, нет, ты вот не так позируешь. И постоянно мешала Арине, Арине, которую не надо трогать. Арина прекрасно знает, что она делает. Арина смогла сделать хороший кадр, когда Леся сделала все, чтобы ей помешать это сделать. Потрясающе. Наша лучшая девочка, самая крутая участница, самая потрясающая модель, Дашенька, которая изображала волка, если вы не догадались, что это. Это просто летающая голова. Знаете, на что похож этот кадр? На какой-нибудь рок-концерт 80-х. Ну, или когда носили такие вот хайры с длинными волосами сзади, это же какой-то признак времени. Но не социальная тема и убитый волк. Причем тут этот красный фаер? Почему два испытания на одной неделе с фаерами? Вы что, ограбили магазин с фаерами? Откуда их столько? А главное, зачем они нужны? Этим кадром восхищались. Это один из лучших кадров. Это очень круто, Даша. Претензии у меня не к Даше, а ко всем остальным. Что это за фаер? Что это за хайр? Что тут происходит, в конце концов? Ну как? Как глядя на эту фотографию, я должна подумать о том, что волки исчезают с планеты Земля? Я смотрю и думаю, футбольная болельщица? Нет, подождите, 80-е? Почему у тебя столько голова? А где тело? Разве эти вопросы должны у меня возникать, глядя на социальную фотосессию? Больше всего мне обидно, что фотографии в инстаграме участниц, экспертов, куда, 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 куда круче, чем в модельном шоу, где должно быть вообще-то еще на голову выше, чем обычные фотосессии участников? И опять же, ни один из этих кадров невозможно показать никому из дизайнеров или заказчикам, потому что, ну, мне кажется, любой вменяемый человек в индустрии просто поржет с этого. Есть второй кадр Даши, где уже видно вот ручку из-за семейки Адамс, она там пробегала мимо, видимо. Мне нравится эмоция Даши, то есть люди вон пишут в комментариях, что довольно фальшиво. Я не вижу фальши, мне кажется, эмоции как раз хорошие. Ну и все. Больше всего меня бесит, что это социальная фотосессия, которая должна считываться, я должна смотреть и понимать. Это вот такое-то животное, оно страдает. Пока я угадаю, какое это животное, уже они все вымрут. Я почти допила всю воду, потому что я просто постоянно ору. Знаете, вот этот кадр самый худший. Если вы не поняли, Литвин лось. Да, она лось. Как это надо понять? Ну, я не знаю, рога-то оленьи. Вы когда рога берете оленя, показывая лося, у вас все нормально? Или вы думаете, люди типа не в курсе, как выглядят рога оленей и лося? То есть я должна глядя на фотографии, подумать о том, что лоси вымирают, но я вижу олень и рога. Олень вроде не вымирают. Я спокойна, я спокойна. Медитации кукат, я спокойна. Леся, которая тыкает ружьем ей в лицо. Что это такое? Ну, я вижу, как этот кадр мог бы быть лучше. Если бы ружье там сделали вот Литвин сюда, и она бы вот реально плакала и страдала, это было бы прям вот максимально выжатой эмоцией, да? Но Леся просто возле лица водила этим дулом, несчастный Саша. И Саша все пыталась выдать эмоцию, но меня эмоция, честно, не трогает. Вообще. Вот Таня и Литвин все сделали, чтобы красивых, крутых девочек превратить в непонятно что. Но если уж вы берете ружье в кадр, так вы дожмите. Ну, прям пусть оно тыкает в нее, пусть прямо она с надрывом, надломом позирует. Это абсурд. Представляю, как приходят продюсеры нового канала в парикмахерскую, начинают сами подметать полы, чтобы собрать волосы и сделать вот это нечто. Мне просто жалко Литвин, у которой теперь есть такой кадр. Ой, есть второй кадр, где ружье само лежит, она сама на него легла и орет. И в чем суть? То есть второй кадр, это Саша решила покончить с собой, узнав, что ей надо надеть оленьи рога вместо лосьих и позировать весь этот бред. Ну, на месте Саши я бы тоже пыталась из этого пустого ружья себя застрелить. Я истерик. Как сказала великая Арина, I have nothing to say. I have nothing to say here. Дальше идет Ира. Ира была зайчиком. Вы должны это понять, потому что уши нарисованы у нее на глазах. Макияж просто трэшак. Просила свою пятилетнюю сестру тебя разукрасить аквагримом. У нее не получилось, к сожалению. И у Иры реквизитом была стрела, которую она засунула себе в штаны. И вместо того, чтобы сказать, Ире, у тебя стрела плохо выглядит в кадре, они ее сфоткали. Вы знаете, мне нравятся, мне нравятся руки Иры, как она вцепилась в землю. Мне нравятся ее эмоции, ее страх в глазах, которые не видны из-за макияжа. Но все-таки немножко проглядываются. То есть, эмоция, поза, вот эта вот закрытость, страх, вся сжалась, подняла плечи. Круто! А потом идет стрела в штанах. Я смотрю на Иру, я думаю, боже, какой ужас. Потом я вижу стрелу засунутой в штаны и думаю, что... Вся магия кадра исчезает вот так. И в чем суть? Зачем? Я не понимаю. Второй кадр Майсак. Я не поняла, зачем им было по два кадра делать из пяти. Зачем из пяти кадров нам показывать два? Показывайте тогда все. Вот что вот в этом кадре вообще должно вызывать у меня эмоцию? То есть, Ира уже похожа на давно умершего зайца. Прям давно. Нет, знаете, она как будто застрелила зайца и он превратился после смерти в девушку, которым, оказывается, был зайц все это время. Не могли нормально сделать ей эту стрелу? Ну, что это такое? Обычно все-таки в модельных шоу фотосессии они такие, которые ты не в состоянии повторить. То есть, там обычно сложный реквизит или сложная локация, сложные съемки. Модельные испытания в шоу, да, моделях, это все-таки больше про шоу, про что-то необычное, про то, что мы не увидим в журналах, про то, что мы не увидим в фотосессиях брендов. Это должно быть что-то экстраординарное. Здесь это вот фотосессия, уровни, когда пошли с подружкой фоткать друг друга в каком-то лесу. Вот этот уровень, это не уровень модельного шоу. Чтобы получить такую фотку, тебе на шоу попадать не надо. Мне просто так обидно, потому что я так люблю это шоу. Оно было такое крутое. Вспомните, какие все-таки были красивые когда-то фотосессии. И что мы получаем сейчас? Вот это? Мне просто жалко Иру, опять же, у которой этот кадр теперь есть в интернете. Зачем он ей нужен? И даже не смогли какое-то время крутое подобрать. Золотой час перед закатом, например. Хоть бы свет красивый был. Ничего, ничего. Пусто. Звенящая пустота. Еще мне нравится стрела. Да, стрела попала в белую одежду. Ни одной капли крови на зайца, которого подстрелили. Какой крутой заяц. Ну и последний наш великолепный кадр это Марго. Если вы не поняли, то Марго лиса. Белая лиса. Кто? Что? Какая еще белая лиса? Даже фотку не показали этой белой лисы. О, мы так переживаем о том, как умирают лисы. Но мы даже не покажем, как они выглядят. Вот мы Марго стилизовали под белую лису. Представляете? Универсальная модель, на которую надели парик. Напоминаю. Потому что ее желтый прическа вообще никак не смогла бы здесь сыграть в этой социальной великолепной фотосессии. Абсурд. Капкан, который практически не видно. Вот немножко сверху эти зубья. Внизу капкана не видно. Из-за этого капкан исчезает из кадра наполовину закрытый. То есть я не понимаю здесь истории. Такое ощущение, знаете, что она сама в этот капкан залезла и держится рукой, типа, чтобы саму на себя опустить его. Это опять самоубийство животных? Это социальная фотосессия про то, как животные пытаются сами себя убить или что? Ну, знаете, есть вот суслики, которые, по-моему, прыгают сами с обрыва. Есть киты, которые и дельфины выбрасываются на берег сами. Я не знала, что лоси и лисы тоже так делают, что Марго пыталась что-то выжать. Она вот сжала плечики, вся такая испуганная, лежит в этом капкане, все там грустно и печально. Но ее лицо исчезает за этими волосами. Что это за волосы вообще? Это, знаете, борода Деда Мороза реально. Вот в комментариях написали, я теперь только это и вижу. Реально борода Деда Мороза. Причем, ладно, вот еще с той стороны, на которой к земле лежат, там такие аккуратные кудри, но вот то, что на свету, просто какая-то мочалка. Ну, у меня такая мочалка в ванной лежит, и я не знала, что можно так в лису играть. Лица Марго не видно, то есть все, что мы видим от Марго, это глаз. По идее, получается, один глаз должен нам отыграть всю мизансцену. Я должна через один ее глаз прочувствовать все эмоции. Но благодаря руке на капкане и в целом всей этой позе, я так понимаю, это последний взгляд лисы перед самоубийством. Это ли я должна здесь видеть? По-моему, нет. Плюс кадры выстраивали Леся и Соня, сама Марго никак не могла понять, что ей делать. Мне больше всего понравилось, когда ей говорят больше надрыва, кричи, страдай. И она говорит на синхроне, я не собиралась кричать, для меня это фальши эмоции, но я поплакала, это вы что, мало? Да, мало. Да, поплакать это мало. Вот если бы ты кричала, как Даша, и плакала, это было бы про животное, которое умирает, и последний его вот крик о помощи. На следующей фотосессии можете просить девочек изображать самоубийство, там, как они засовывают голову в петлю или в духовку. В принципе, настроение будет такое же. Девочки уже научились показывать эмоции перед самоубийством. Вспомните фотосессию с цирковыми животными с предыдущего сезона, когда Дарина и Мальвина плакали и кричали, пока бились о прутье клеток. Вспомните, насколько эти кадры были крутыми, заряжеными эмоционально, насколько смотреть на них было физически даже как-то больно, потому что они были очень сильные. И девочки, и их результаты. Это были лучшие кадры с той съемки. Наверное, если бы Маргоне выгнали раньше, она бы увидела и смогла бы хотя бы повторить что-то похожее и вспомнить, но, увы, нет. Тогда бы она знала, что так можно, а иногда даже нужно, например, в этом случае. Как только ей сказали, все, съемка закончена, она моментально сняла парик, даже на ноги не встав. Я подумала, это так странно, то есть ты модель, ты на съемке, вот фотограф, вот, там, допустим, заказчик, и ты моментально избавляешься от образа и потому, что тебе некомфортно. Получается, вот как, то есть можно просто забить на все хею. Фотографии закончились, слава богу, мы переходим к выгону, который начался с руганий Марго и Литвин, ругань, который никому, абсолютно никому, ни одному человеку на этом свете неинтересно. Нет, напишите, пожалуйста, в комментарии, интересно ли вам наблюдать за тем, как ругаются Марго и Литвин. Возможно, я просто одна так кому. Марго так много в этом сезоне. Это сезон суперзвезд. Все в этом сезоне хотели увидеть стареньких участниц, Таню, Дашу, Арину, других девочек, и мы их все увидели. Марго практически никто не ждал, потому что она была в предыдущем сезоне, и ее еще все помнят. По ней никто не успел заскучать, как и по другим девочкам из того сезона, которые, в общем-то, и ушли. И Алла, которая начала выгон с того, что «А, Кугат ушла? Фу, это для меня слабость». Вы просто настолько достали самую миролюбивую и спокойную участницу, которая много лет занималась медитациями, чтобы забыть тот ужас, который ей пришлось пережить, с отрезанной башкой курицы, и вы этой участнице говорите «Фу, ты слабая, что ушла, и сдалась, когда мы тебя гнобили». Алла, пожалуйста, когда читаешь сценарий, ты хоть можешь его проанализировать. Прямо все читать не надо, это необязательно. Можно иногда что-то от себя делать, например, не быть мразью. Конечно же, весь выгон тоже крутился вокруг Марго. Ну все, все здесь крутится вокруг Марго. Я уже поняла, панические атаки тяжело, я поняла, можно мне раскрыть других девочек, там есть еще участницы в шоу. Когда Марго вышла, начали оценивать ее работы, Марго говорит, я тут лечусь от панических атак на шоу, а они чего? У тебя их сколько было? Я уже сбилась со счету, я не помню. Почти каждый выпуск паническая атака. И Таня в конце этого выпуска говорит, у нее уже почти их нет, она уже с ними справилась. У нее не было панических атак один выпуск, у нее была паническая атака в предыдущем выпуске в кубе. Что? И Марго, которая говорит, у меня их теперь больше точно не будет. В смысле точно не будет? Панические атаки ты не можешь их прогнозировать, будут они у тебя или не будет. Потом Леся начала вдруг лезть Марго в душу с своими странными метафорами неуместными. Ну, все просто угорали, то есть Леся там, я поняла мысль Леся, хоть я очень странно ее преподнесла, но вы хотите донести какую-то в кавычках мудрость через такой бред и все стоят ржут и ты понимаешь, как бы, ну, наверное, это реально смешно обсуждать там комплексы человека. Леся начала говорить о своих комплексах со слезами на глазах Марго и услышала с лицом мне вообще твои комплексы, зай, можно я уже просто останусь в шоу, у меня до фени, что там ты чувствуешь? Кринж, бесконечный кринж. Взяли кринж, намазали на него кринж, посыпали кринжем и кусает его мистер кринж. Лучшей на неделе стала Таня, ну, не знаю, мне кажется, все-таки лучше должна была быть Арина, ее фотография лучшая, она была нормальной на остальных испытаниях, поэтому Таня, конечно, тоже красотка, но если уж прям брать все испытания, да, в расчет, на первом Арину позвала работать с собой дизайнер, хоть ее и продал ей Никитюк, на втором она отработала хорошо, на третьем у нее один из лучших кадров, почему в итоге Таня лучшая? Потому что. Последние двойки были Ира и Марго, ну, я думаю, ну, все, с Ирой можно обращаться, потому что Марго, конечно же, оставит после всего вот этого бла-бла-бла, панические атаки и прочие 100 миллионов, тем вокруг Марго, все крутится вокруг Марго, отношения с Литвин, с Таней, ну, как ее можно выгнать сейчас? И да, оказывается, выгнали Марго. Моя реакция на ее уход, кстати, есть в моем телеграм-канале, пожалуйста, подписывайтесь, я думаю, вам будет там очень интересно, я даже подключила наконец-то комментарии, так что всех жду. И когда Марго объявили, что она уходит, поэтому, как бы, можешь идти до дома уже, она начала медленно так идти, со словами классное шоу, классные конкурсы, и так медленно-медленно идет. Это как Диана, модель Эксель, я ухожу, но вы же меня остановите, да, вы же за мной побежите все, вы же будете меня жалеть? Нет, не будем, потому что все только этого и ждут. Потом она стояла с кислым лицом, пока Леся пыталась есть, когда какие-то слова поддержки, но все слова поддержки Леси звучали очень странно после фразы, да какая депрессия, ты что шутишь? Извините, а вы точно психолог? Вообще, от Леси у меня какое-то неприятное впечатление осталось в этом выпуске, я не знаю почему, но мне прям не понравилось наблюдать за ней в этом шоу, и я не смотрела с ней другие, я помню только по Орлу и Решке, и, наверное, лучше так для меня и будет оставаться. Короче, то, что наконец Марго дали уйти, это благо. Это благо не только для нас зрителей, которые просто от нее устали, как от персонажа, но и для самой Марго, которой было рано приходить в это шоу, которое нужно было дать просто отдохнуть подальше от всего этого бреда происходящего. И никто не идет лечить панические атаки туда, где он их приобрел. Это так не работает. Это не то же самое, что лечить страх высоты, глядя на высоту. Нет, это совершенно разные вещи. Страх высоты это одно, психологические блоки и проблемы с психикой это вообще другое. И давайте это не мешать в одну кучу. Новый канал, оставьте Марго в покое, дайте ей вылечиться, дайте ей разобраться в себе, получить крутые контракты, поработать моделью со своей фактурой, с пренормальной прической, а не с дебильной, которую вы сделали. И зовите ее в следующий сезон All Stars. Вот я в следующий сезон, кстати, я согласна с ней посмотреть. Если будет еще много сезонов, если будет потом сезон Все звезды, вот тогда Марго можно звать. Осталась у нас сильнейшая действительно пятерка, совершенно с этим не спорю. Даша, Арина, Саша, Ира и Таня. По-моему, очень крутой набор девочек. И, наконец-то, я буду смотреть на, правда, модельные работы. Осталось только, чтобы еще все вокруг моделя тоже было хоть немножко модельным. Было бы здорово. Конечно, вместо Даши и Иры я хотела бы видеть Кугат и Рогальчук, но, увы, они ушли, их ушли. Но такая пятерка, какая есть, меня тоже устраивает. Я к концу выпуска даже смирилась уже с возвращением Даши, меня это перестало бесить. Хотя, эксперты и все вокруг делали все, чтобы я просто ненавидела ее за возвращение. То есть, ее облизали так, что Даша все еще в сгущенке из одного из первых выпусков. Облизывали, нахваливали, восхищались, там, просто уже из всех ушей лезла вот эта вот «Ты лучше, ты лучше!» Я такая сижу, ну, она нормальная. Но вот этих восхищений того точно не стоит. Последний лоточек за ваше здоровье, мои хорошие. Ну, и на сегодня это все. Выпуск просто ужасный. Я, знаете, я даже не хочу больше про него ничего говорить. Вы услышали все, все мои мнения, все мои ощущения, все мои впечатления. Ужасно, ужасно, дешево, странно, убого, ничего не понятно. Тупая фотосессия, дефиле, в котором продавали озеро, а не показывали моделей. Первое испытание, я уже даже не помню, а, катались какой-то мешанини, пуховики, купальники в песке. Чушь, просто какая-то чушь. Но теперь, когда наконец-то Марго дали уйти, я надеюсь, что будет больше фокуса на модельных испытаниях и на модельной работе, а не на элементах шоу, не на воплях, не на истериках, не на межличностных отношениях, которые меня не интересуют абсолютно здесь. Как чуть-чуть на фоне модельной работы, о, когда это все, что есть, а модельного нет ничего, нет, извините, так это не работает. Я понимаю, что делать контент из конфликта гораздо легче, чем продумать испытания, крутую локацию, наряды, образы и так далее. Но, может, тогда вам нужно сделать перерыв от этого шоу, набраться свежих идей, свежих сил. У вас очень все плохо, очень плохо, это тяжело смотреть, прям тяжело. Но я надеюсь, что последние выпуски с девочками уже действительно сильными, будут впечатляющими, крутыми. Моя надежда умирает, как говорится, последняя. Даю шанс, даю шанс из-за выпуска выпуска этому шоу. А я жду ваши комментарии, ваши мнения, что вам понравилось, что нет, с чем вы согласны, с чем нет, согласны ли вы с уходом Марго, как вам то, что ушла Кугат, и все-все-все, что вы думаете, пишите в комментарии, я все читаю. А всем вам большое спасибо за просмотр, ставьте лайк, точнее, вы его не отжали, поставим в начале. Подписывайтесь на канал, обязательно, чтобы не пропустить следующий обзор. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где есть эксклюзивная Инстаграм, где просто моя жизнь, ну, вообще, моя жизнь ничего особо не происходит, кроме этого шоу. Заходите в плейлист модели Excel, чтобы посмотреть на действительно интересные фотосессии, где чуть больше заморачиваются, чем здесь. Я скоро и в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok